МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это новость из Дагестана, в студии Джамиля Шарипова. И вот главная тема этого выпуска. Кто-то помогает, а кто-то наживается на чужой беде. Жителя Дагогней спасли от козней злоумышленников. Хитроумная схема. Деньги, предназначенные учителям, оседали в чужих карманах. Туристические объекты готовят к открытию. Подробности смотрите в нашем выпуске. На оснащение детских поликлиник Дагестан из федерального бюджета получит около 6 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС. Согласно распоряжению правительства России, субсидии будут направлены на развитие материально-технической базы детских поликлиник и поликлинических отделений медорганизации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Стоит отметить, что в прошлом году более 30 детских поликлиник Республики получили медтехнику на сумму около 300 миллионов рублей. В дагестанских огнях 47-летний мужчина стал жертвой злоумышленников. У жителя поселка накануне сгорел магазин, и близкие объявили сбор на восстановление бизнеса. Несколько дней пострадавшему поступала помощь от неравнодушных граждан, но затем положением воспользовался мошенник. Подозреваемый попросил потерпевшего скинуть номер банковской карты для осуществления денежного перевода. После того, как он получил реквизиты, он попросил мужчину скинуть пароль, который пришел ему в СМС-сообщение. Так, неизвестный обманным путем, уводя в доверие завладел полумиллионом рублей. Попросил меня скинуть карту. Я скинул номер карты ему. Он сказал, что у меня номер привязанных к телефону. Он мне сказал, что скинул номер карты. Я скинул номер карты. И он говорит, что все, он пишет мне, я послала вам помочь, я тебе вот такие теплые слова, все пишет, пишет. И потом в концовке я пишу, с кем мне придет тебе код и с кем нет код. Я, честно, даже в мыслях не был. Я, честно, в таком состоянии, эти пару дней, что даже в этом мыслях не было. И моментально взял кнопку и отправился. Код, пятизнавший код. И моментально мне списались деньги, потому что все были на счету, не списались. Полиция установила подозреваемого в мошенничестве. Им оказался 16-летний местный житель, задержанный в содеянном. Сознался, похищенные деньги были изъяты. На мой банковскую карту был сделан перевод от незнакомого лица в размере 511 тысяч рублей. Меня доставили на допрос, откуда был перевод сделан, как. Я прояснил, что не знал, откуда перевод был сделан. В итоге выяснил, что это братишка сделал перевод, как он прояснил, что это ему друг переводил, и он мою карточку отдал, чтобы на мою карту перевели, так как у него карты нет, на данном моменте заблокировано. И такой перевод был сделан. В Хасавюрте выявлено хищение более чем на 7 миллионов бюджетных средств. Об этом сообщает информационное агентство События Ньюз. По данным источника, денежные средства были похищены сотрудником централизованной бухгалтерии, обслуживающей учреждения образования Хасавюртовского района путем присвоения стимулирующих выплат учителям школ. Решением суди подозреваемая заключена под стражу сроком на 2 месяца. А в Махачкале возбуждены уголовные дела о незаконном присвоении трех земельных участков общей стоимостью 25 миллионов рублей. Земли расположены в районе путепровода на улице Аэропортовской шоссе общей площадью более 2000 квадратных метров и поставлены на кадастровый учет на основании поддельных документов. Прокуратура обратилась в Кировский районный суд Махачкалы с требованием изъять и вернуть их в муниципальную собственность. Туристические объекты готовятся к снятию ограничений. Тему возвращения туристической отрасли к нормальной жизни обсуждали на собрании в Министерстве туризма. Было отмечено, что эпидемия коронавируса пошла на спад, и это дает возможность перейти к новому этапу снятия ограничений и возобновить работу. Это относится в том числе и к пляжным территориям. Туристические компании и объекты полным ходом готовятся к открытию сезона. Они обеспечены средствами защиты и дезинфицирующими жидкостями. Постепенно набирают обороты и сфера авиаперевозок. Авиакомпания S7 с 11 июля начала впервые выполнять регулярные рейсы из Москвы в Махачкалу. Побережье Каспийского моря стало альтернативой зарубежным курортам. А пожарным солнечным дням Дагестан вполне может сравниться с отдыхом за рубежом. Первый рейс уже приземлился в аэропорту Махачкалы и был торжественно встречен. Маршрут будут обслуживать комфортабельные лайнеры Аэробус А320. Перелеты будут осуществляться на комфортабельных воздушных судах Аэробус А320. Расписание составлено таким образом, чтобы пассажирам из Махачкалы было удобно планировать свое путешествие далее по России, используя широкую маршрутную сеть из Севена Ирлайнс с пересадкой в Домодедово. В Дагестане стало на одного олимпийского чемпиона больше. Тяжеловес Белял Махов объявлен победителем Игр 2012 года, которые прошли в Лондоне. В британской столице воспитанник школы борьбы Хасавюрта становился бронзовым призером. Однако результаты турнировольников были пересмотрены после того, как перепроверка допинг-проб выявила нарушение у Артура Таймазова из Узбекистана и Давида Монзманашвили, занявших первое и второе места соответственно. Так, по обновленным данным, на сайте Международного Олимпийского комитета впервые в истории победителями признаны сразу двое борцов Белял Махов и иранец Камил Гасеми, который, как и россиянин, уступил в полуфинале. Отметим, что для Дагестана это 30-я олимпийская золотая медаль. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова